И Кабель это человек, который не благодарит, неблагодарный человек, то есть он получил и не поблагодарил, поэтому он получает один раз. И он, поскольку он не благодарит, он закрывает этот путь, эти ворота, через которые проистекает благодать, Харис, это благодать. То есть он не благодаря, закрывает для себя эти врата небесные. И он больше, он даже может получить исцеление, человек, но если он не благодарит, он может его потерять. Мы знаем об этом, сталкиваемся с такими примерами. И иногда нам для того, чтобы что-то получить от Бога, нужно много благодарить, это вера называется. Мы благодарим, благодарим, мы не видим, но мы благодарим просто, мы благодарны. Благодарны даже если не получим, понимаете, да? То есть, но мы благодарим, то есть, и вот если у людей не хватает этой веры, они могут молиться, 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 но как бы не так ничего и не получить. Итак, благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. С благоговением и страхом. Мы перейдем к следующему понятию. И следующее понятие это такое слово, как Ярошамайм. Ярошамайм. Да, это означает страх Божий. Страх Божий. Ярошамайм. Корень этого слова – Ра. Ра. Да, Ра. Видеть. Видеть. Да. Там, смотря как пишется, то есть, как бы, если бы я знал иврит, я бы вам писал бы, потому что, Валерий Иванович, вы можете взять здесь даже вот, как бы, учение есть его, как бы, и вы там буквально он все записывает. Он показывает, где корень, понимаете, да, я, ну, не могу вам этого, ну, предоставить такой возможности, но вы можете это проверить. То есть, я вам говорю, источник, я использую, я очень много использую источников. Я не претендую на авторство, я это говорю вот прямо в камеру, не претендую на авторство. Знаете, я, ну, как бы, есть люди, наделенные специальными дарами, вот, они имеют, они настолько это вот буквально говорят, да, то есть, как бы, что вы, по ним, для вас это становится понятным. Другой человек будет говорить те же самые вещи, и вы ничего не поймете из этого. Я пользуюсь вот этими вещами, то есть, как бы, и не считаю, что это, как бы, постыдно для меня. То есть, я беру все самое лучшее для того, чтобы попытаться вам объяснить, как бы. И корень этого слова, ира, ра, видеть. Да, ра, может, да, ра, а, да, может быть, видеть, да. И там, ну, вот, слово ира, да, ира, то оно, ну, буквально там можно перевести, как Бог увидит, Бог видит. И страх Божий в нашей жизни, он просто необходим, потому что, помните случай, мы потом будем тоже касаться его, как бы, это момент восстановления, ну, когда Давид перевозил ковчег, да? То есть, сказано, он собрал всех старейшин Израиля, посоветовался с ними, все решили, что это хорошее дело, замечательное дело. Давайте вернем ковчег, поехали, все, веселье, как бы, музыка, все, как, ну, на настоящем служении, но чего-то не хватало. И не хватало именно этого страха Божьего. И это закончилось очень печально, потому что там написано, Давид убоялся. Понимаете, да? Потом он говорит, что поскольку мы не взыскали Бога и не сделали, как должно было быть, потом он уже дальше упоминает, когда второй раз, как бы, они собрались это делать. Потом он уже по-другому это делал, то есть, он уже сделал это правильно. И еще один замечательный пример мы можем наблюдать в жизни Авраама. В жизни Авраама. Авраам назван другом Бога. Авраам, об Аврааме говорится в Писании, как о друге Бога. И мы знаем, что никто больше из людей не имел таких отношений впоследствии, как Авраам, с Богом. И мы, вот, смотрите, как Моисей, это был, ну, как бы, один из величайших там пророков, да, то есть, как бы, говорится о нем. И он лицом к лицу беседовал с Богом, да? Но Моисей поднимался на гору, да? А когда Авраам заключал завет с Богом, Бог пришел и ходил вот в этом огне, как бы, между этими жертвами, между рассеченными этим тельцом. Понимаете, да? Бог сам приходил к нему. То есть, поэтому мы можем сделать вывод, чьи отношения были ближе. И при всей этой близости отношений Бога с Авраамом, чего-то в этих отношениях все-таки не доставало. Потому что Бог ему говорит, если ты хочешь, чтобы наши отношения были совершенными, принеси в жертву своего сына. И Авраам, он был послушен настолько, что он уже почти сделал это. То есть, он не просто подумал, надо сделать это и размышлял, идти мне, не идти, делать это или не делать. Он просто собрался утром, да, взял все, что нужно и пошел. И придя, как бы, он там особенно не оставил там людей, да, взял сына, взял дрова, пошел наверх. Соорудил жертвенник, да, положил и уже занес руку. Он уже готов был и, может быть, это, я не знаю, там доли какие-то секунды. Но ангел Господень его остановил. Интересно, что ангел, который там, о котором он упоминается, то есть, мы читаем там ангел, да, остановил его, да. Но он, этот ангел, говорит, за то, что ты послушался меня. Ангел – это всего лишь вестник, понимаешь, понимаете, да? А здесь ангел говорит, за то, что ты послушался меня. То есть, у тебя был страх Божий, ты проявил послушание. Поэтому мы можем сделать вывод, что отношения Авраама с Богом, они были действительно совершенными, поэтому он и назван другом Бога. То есть, потому что в этих отношениях присутствовала не только благодарность, не только любовь, но и страх Божий. И совершенные отношения – это когда в них есть и любовь, и страх Божий. Помните историю с юношей, который подошел к Иисусу, к Иешуа? Помните, да? Что там сказано? Иешуа полюбил его. И он тоже, наверное, полюбил Иешуа, но не послушался. Мы не знаем, может, ну, и полюбил, но не до конца, но он не послушался, когда Иешуа сказал ему, а теперь, все это ты делаешь хорошо, ты хорошо из любви ко мне, ты хорошо все делаешь, но не достает тебе одного, одного. Как Авраама, он сказал, одного не достает между нами, принеси жертву. И он не смог, он опечалился, понимаете? Вот те отношения были, отношения вроде бы любви, но в них не присутствовала страха Божьего. Давайте откроем знаменитое место Писания, Ефесянам, пятая глава. Я вот, знаете, сколько учений, вот, охвалия поклонение в своей жизни, вот, как бы, слушал, читал. Я вот даже, одни и те же места Писания употребляются, одни и те же, одно и то же откровение, потому что Бог один и тот же, один и тот же Дух. Он может быть как-то чуть-чуть по-разному, какие-то грани новые, как бы, но одни и те же места Писания используют. И харизматы, и мессианские верующие, и, я не знаю, там, кто. Одни и те же места Писания. Семнадцатый стих, и потом девятнадцатый и двадцатый. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Ишуама-Шеха. И вот здесь очень много терминов употребляется в этом стихе. И первое, которое мы разберем, это назидая. Назидая. Я сейчас не знаю, как в греческом звучит, но можно, у меня даже там есть компьютер, можно открыть греческий. А, не, у меня здесь нет, у меня дома на компьютере. Греческий подстрочник, он, может, у Валика нету, да? Ну, может, я завтра там посмотрю, я как, да? Хорошо, напеременен. Но слово назидать, назидание, назидать, мы себе представляем, как будто вот все там сидят, а кто-то один ходит и назидает, да? Назидает, 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 назидает. Что-то там вот заставлять, то есть, как бы, да, так сказать, вбивать, вколачивать в людей, понимаете, да? Но на самом деле оно совсем имеет другое значение. То есть, оно имеет значение, то есть, переводится как «говорить», «разговаривать», «рассказывать», «беседовать», а также «возвещать». «говорить», «беседовать», «рассказывать», «возвещать». И это означает, что мы не сидим или стоим, а кто-то нас назидает. А это означает, что мы находимся в общении, в общении. Вот как мы сейчас общаемся, общаемся. Боря мне подсказывает. И мы назидаемся друг от друга. Вот это и есть назидание. То есть, вот мы назидаемся. Ты меня там что-то поправил, я как бы там. Мы общаемся и назидаемся в этом общении. Дальше там идет, употребляется слово «псалмы». Как в иврите звучит псалм? Нет, это песня. Это песня. Тегила. Тегила. Да, тегила. Или «псалмы», там «псалмами» значит, много число, да, тегилим, да. Песни хвалы буквально. Песни хвалы. Мы так переплетаем и греческие понятия, и с иврита, как бы, то есть, проецируем, как бы это звучало на иврите, то есть, разбираем. Дальше там «словословие», да, идет слово, да. Оно с греческого переводится буквально как «ода». Буквально как «ода». И там два слова употребляется. «Ода пневматикос», то есть буквально «в духе», «в духе». «Ода» в духе, из духа, понимаете, да, или «духом». Вот это слово, где слово, словословие-то? «Ода». «Ода» – это как песть восхождения, как песни восхождения, ну, такая торжественная, то есть, как бы, песть восхождения. Во многих, там, вы помните, да, в «салмах» там написано «песть восхождения», то есть, это даже там левиты поднимались по ступенькам, буквально физическое действие, ну, производили. Там вот как в храме ступени были, и они восходили по этим ступеням, там, не помню, я даже, ну, боюсь ошибиться, там 30 чем-то ступеней было, по-моему, и, как бы, где-то я слышал там, и они, как бы, восходили, вот, как бы, по этим ступеням. Пели и восходили, как, то есть, буквально, и духовное действие, и физическое производили. Или петь духом. Еще, ну, там, ну, вот, как бы, вы врите, употребляется слово «шир» тоже, вот, о котором говорил Боря. «Шир», «шир», тоже применимо, тоже, то есть, оно, как бы, вы врите, тоже отражает это «шир». И мы потом коснемся, дальше чуть-чуть, немножко мы коснемся еще этого слова. Дальше там стоит слово «по-я». Ну, «по-я» и «воспевая», да? «По-я», да. «По-я» и «по-я». Спасибо. Славля песнями, ну, славить песнями, славить песнями, и славить песнями не просто, а в сопровождении музыкальных инструментов, буквально перебирая струны там, вот в греческом. Я сам, ну, я сам, когда, ну, коснулся этого места писания и разбирал там вот греческий оригинал, там написано, что это слово как бы, там буквально как перебирать пальцами по струнам, то есть петь в сопровождении музыкальных инструментов. В иврите есть слово, которое соответствует этому понятию. Звучит оно как зэмер. Помните, там в Салмах употреблено, мизмор ле Давид, это песнь Давида, то есть это как бы, это одно, а? Да, песни с музыкальным сопровождением. Вы можете это все, я говорю, проверить мы сейчас не будем. Вы можете записать и исследовать это, проверить, то есть у вас есть учителя, вот там, допустим, и... Да, песня в музыкальном сопровождении, зэмер. То есть это тоже отвечает, ну, как бы, именно в иврите, как бы, это бы звучало как зэмер. И дальше, вот интересно, идет слово «воспевая». Оказывается, петь и воспевать – это разные вещи. И меня это вот тоже поразило. То есть, потому что, я думаю, ну, зачем, ну, как бы, пая и воспевая, то есть, ну, что, что, какая разница между этим? Я начал, как бы, углубляться. Но, к сожалению, в греческом переводе там, ну, там тоже, ну, как бы, эти два понятия разделяются. То есть, петь в сопровождении музыкальных инструментов и просто петь. Понимаете, да, как капельное пение, просто петь. Но, буквально, это звучит, как воспевая, то есть, то слово, которое соответствует в иврите этому слову, это как мелодия. Мелодия или, вот, употребляется слово «нигун». Нигун – это мелодия сердца, которая исходит буквально из сердца. То есть, это даже может быть мелодия без слов или с маленьким очень количеством слов. Да, мелодия, которая исходит из сердца, воспевая, воспевать. То слово, которое употребляется «воспевать», да, то есть «нигун». Да, вы врите, это бы звучало как «нигун». Нигун, да. Это, ну, такая песня без слов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Там «чили-бом». Да? Там вот такие вот, то есть, это совершенно адабра-кадабра может быть. Знаете, почему? Потому что это вот соответствует, как в Новом Завете уже говорится, о молитве на языках. О молитве. Та молитва, которая исходит из духа, так и песня тоже, она исходит из духа. То есть, из вашего сердца. Это мелодия, которую вы не знаете, о чем вы поете, но сердце ваше поет. Не знаете, о чем молитесь, потому что дух молится, да, и назидается от духа Божьего. Так же самое и здесь, вот в этом, касаясь этой сферы, здесь то же самое происходит. Или как мы вот, ну, в эту субботу пели. То есть это буквально Псалом 22. «Зла не убоюсь, потому что ты со мной». Всё. Вся песня. И она только припев, куплет, а все одни и те же слова. То есть, поняли, да? То есть, одни и те же слова, просто они и припевом, и куплетом являются. И ты можешь там, и ой-ой-ой, да, и ай-ай-ай петь, и все. Вот это песня, которая исходит из сердца. Вот ты зациклился, как бывает на языках. Я часто молюсь, и я просто зависаю на одной фразе. Вот молился, какая-то вот фраза, ты просто завис на ней, и можешь ее какое-то время просто повторять и повторять и повторять, как тым-тым, как зациклился на ней, знаете. Но в это время Бог что-то говорит в ваш дух, назидает ваш дух. И вот жалко, что нет как бы истолковывающих. Потому что это бывает очень ярко. Вот так вот. Это значит воспевая. Воспевать – это буквально мелодия сердца. Это нигун. То, что в иврите переводится как нигун. В иврите бы звучало как нигун. И это напоминает нам о говорении на иных языках. И дальше там употребляется слово, там дальше говорится во имя, да? Во имя. И мы, помните, говорили о том, что имя – это не просто как бы, ну, такое слово имя. То есть оно отражает сущность. Имя – оно отражает сущность. И буквально это переводится как быть погруженным в сущность Иешуа Машеха. То есть там говорится во имя Господа нашего Иисуса Христа, да? Иешуа Машеха. То есть не просто как бы ради там Его имени, а значит погрузиться в Него полностью. Прилепиться. Помните, когда мы говорили, что, ну, как бы там, как прилепиться, то есть к Нему. И мы знаем, что это, опять-таки, я буду повторять некоторые фразы такие, мы будем возвращаться, повторять эти термины для того, чтобы они крепко утвердились у нас. То есть, что это не вопрос нашего выбора, это заповедь. Почему? Откройте 1 Фессалоникийцам, 5 главу, 16-й, 18-й стих. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 16-й, 18-й стих. Это не в Ветхом Завете, это в Новом Завете сказано. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия в Машехе иешуа. Ибо такова воля Божия, такова его воля. И в предыдущем стихе, который мы употребляли, да, в Ефесянам, там раньше говорится, познайте, что есть воля. И не исполняйтесь, то есть не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом, назидая друг друга, да. И дальше то, что мы разбирали с вами. Поняли, да? Что это заповедь, и это не относится даже к вопросу нашего выбора. Это для нас как митсва, заповедь, нам необходимо. В еврейской культуре существует такое понятие. Сначала делаю, потом уже понимаю, да. Потом приходят уже ощущения и чувства всякие. Но сначала я это делаю, то есть я подчиняюсь воле Божией, признаю Его господство над собой, вхожу под Его покров, подчиняюсь Ему, и дальше уже приходит вот все мироощущение. Дальше мы перейдем к такому термину, как хвала. Хвала. Хвала? На иврите бы, ну, это вот употребляется слово, к этому применяется слово тегила. Тегила, вот именно хвала, тоже одно из значений. Тегила. То есть то, что мы раньше говорили тегилин, потом псалмам, то есть... Песня, как там, мы говорили... Песня хвалы. Да, песня хвалы, да. Вот буквально хвала. Это тегила. И еще слово халель. 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 Халель, да. Да, 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 тоже севрита. Я, кстати, это слово даже, ну, очень давно... Только они его, как бы, говорили, ну, там, харизмата, я помню, как-то еще... Был еще в той церкви, там приезжал один проповедник, он говорил халал. Но на самом деле это халель. Халель. Халль, хаэль, эль. Помните, да? Жив Господь, да? То, что употребляли немцы, фашисты. Только заменили слово эль, халель, гитлер. Да. То есть это тоже вот и все отсюда выходит. Халель, эль, эль. Жив Господь. Халель. Что, ну, говорит, ну, как бы, буквально, слава Богу. Мы часто употребляем слово слава Богу. Да? Отсюда происходит слово... Вот хвала и ху... А, мы сейчас вот коснемся, будем разбирать вот эти вот вещи. То есть в иврите хвала и хула, они очень близкие, как бы, по написанию. То есть, как бы, потому что там, ну, как бы, однокоренные слова. Но только там, ну, я бы, ну, не могу этого воспроизвести. Вы можете, я вам говорю, вот вы можете взять там у Саши, попросить вот это учение. Там буквально Валерий Иванович, он расписывает, как эти корни. То есть, понимаете, да? То есть, хвала, то есть, она звучит как халель, а хула звучит как хилули. Хилули. Они очень близкие по написанию. Имеет один корень. И одними действиями мы можем приносить славу Богу. И теми же действиями мы можем хулить Бога. Помните, где в Новом Завете говорится, ну, Павел говорит, если войдет кто в собрание, то есть, и он как бы увидит, он подумает, что вы беснуетесь. Помните, да? То есть, одни и те же действия. То есть, или когда мы говорили с вами о том, что служение в любви, но без страха Божьего, оно, ну, как бы бесполезно, да? То есть, оно неприемлемо. То есть, и оно имеет совсем другие последствия. То есть, и несет за собой печальные последствия. Так вот, когда мы еще чуть-чуть дальше коснемся, мы поймем, почему мы дальше будем разбирать эти термины. И мы постоянно подойдем. Вот потихонечку будет. То есть, одними действиями мы можем хвалить Бога. И этими же действиями мы можем произвести хулу на Бога. Понимаете, да? То есть, Давид, как бы, веселились они, да? Но Бог поразил Озу. И человек умер. Вроде бы, они все делали правильно, но только не взыскали его. Служили ему, без него. Помните, мы говорили, служение Богу без Бога. К чему оно приводит, как бы. И отсюда, вот, из вот этого слова халлели тоже происходит слово халлелюя. халлелья. Да. И оно буквально означает хвалите Бога. Хвалите Богу. Не слава Богу, а хвалите Бога. Буквально переводится. Что интересно, Валерий Иванович там употребляет, но он рассказывает, что у эфиопов приветствие, знаете, как вот мы говорим здравствуйте там или там спасибо, да, то есть, спасибо Бог, то есть, или здравствуйте, будьте здоровы, да. А у эфиопов приветствие буквально звучит, они очень много, то есть, как бы, евреев в Эфиопии, и они, там культура, как бы, она буквально пропитана вот этими вещами, как бы. Там это звучит как халлеле. Да. Да. Да, халлель, эль, да, халлель, эль, халлеле. И вот, ну, мы разобрали слово, что такое хвала, да, буквально разобрались, разложили его там по-разному, то есть. Теперь мы перейдем к термину поклонение. Поклонение. Когда говорится о поклонении, вы врите, буквально бы это звучало. Придите, поклонитесь. на святой его горе, да? Ну, я же говорю, я иврит познаю тоже по песням. Я его учу по песням. Придите и поклонитесь, да. Буквально, ну, слово лэгишта гэв, лэгишта гэв. Да, да. лэгишта гэв. Но там вы врите, ну, вы же знаете, он очень там мудрый, да, такой язык, как бы, употребляется корень, корень этого слова агава. Работа. буквально, работа. И я вам, ну, когда мы... А вода, а вода, извините. А вода, а вода, да, а вода. Только мы его быстренько приделали. Мы не даемся, то есть, видите, вы меня учите, а не я вас. Замечательно. Мы совершенствуем, шлифуем свое искусство. Шлифуем свое искусство. А вода, да, корень этого слова а вода, работа. И когда вы, когда мы посмотрим, сейчас я даже найду это место писания. Первая параллельпоминона. сейчас мы, мы все, Оля, мы сейчас этого коснемся, поверь, мы сейчас этого коснемся. Да, да. Опять мы потихонечку подходим, потому что оно все идет одно за одно цепляется. Нет, это шестнадцатая глава. Шестнадцатая, первая паралипоминона. Четвертый стих. Четвертый стих. Буквально четвертый стих. И поставил на службу пред Ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они словословили, благодарили и превозносили Господа, Бога Израилева. И я читал один комментарий, там буквально перевод, один из переводов. Там сказано, что поставил их, чтобы они совершали работу и делали начало каждый день. И это было их повеление на все дни для них. То есть делать начало, совершать работу на все дни, которые они находились бы там, до конца жизни буквально. Понимаете, да? То есть вот корень этого слова, а вода, да? Спасибо. 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 Так, если мы говорили, что если буквально, слово это звучит как... как ле-гид-ше-а-гев. То есть мы говорили, что ле-гиш-та-гев, но правильное написание этого слова. Ле-гид-ше-а-гев. Ле-гид-ше-а-гев. То есть и то, и то верно. Но для удобства чтения, для удобства чтения в произношении, вот знаете, как сифарлы говорят там, как же вот песня, вот они, сифарское произношение и ашкеназия, оно как бы отличается, да? Да, там вот как бы... Сейчас, сейчас, я вот как бы я помню, как же мы песню поем такую постоянно. Ну, в общем, вы поняли, о чем я говорю, да? То есть буквально, то есть меняются какие-то акценты там. Там от, допустим, а там ос звучит. Понимаете, да? То есть как бы окончания меняются. То есть, и вот в иврите есть такие приемы, когда как бы для удобства чтения, то есть как бы вот словом употребляется вот так, но и то, и то, как бы оно звучит, ну, оно одно и то же означает, как бы. И если мы будем вот это слово лэгит ше агев разбирать буквально, вот разложим его как бы, правильное написание этого слова разложим там по составляющим, да, то оно означает показать свою влюбленность кому-то. Да, там агав, да, употребляют. Лэгит ше агев, да. То есть показать свою влюбленность кому-то. И о поклонении в иврите говорится, что, ну, среди евреев говорится, что это высшая способность человеческого духа, которая приводит к нас, приводит нас к Божьей святости. Это высшая способность человеческого духа, которая приводит нас к Божьей святости. Смотрите, можно подходить к Богу и можно находиться в Его присутствии. Это две разные вещи. Помните, опять, история с Моисеем. Все подошли к горе, но на гору поднялся только один Моисей. Да? И там сказано, что даже было, если животное прикоснулось бы к этой горе, оно бы умерло. То есть от святости Божьей оно умерло. Поэтому, когда мы говорим о поклонении, именно в свете еврейской культуры, понимания, то здесь мы говорим о том, что это высшая способность человеческого духа находиться, которая приводит нас к Божьей святости. То есть, помните, я вам говорил откровение, которое я пережил, которое изменило мою жизнь. Вот я когда в этом разбираюсь, я понимаю, мне Бог сказал, «Плоть, она немощна, но дух проницает везде». Вот это и есть высшая способность человеческого духа достигнуть присутствия Божьего. Когда я думал, что я должен быть там, он говорит, «Плоть ограничена, но дух проницает везде». Благодарение мы признаем Божью благость. Благодарение мы признаем Божью благость. Так подведем такой маленький итог. Значит, благодарение мы признаем Божью благость. Дальше. Хвалой Божьей величии. Благодарение мы признаем Божью благость. Помните, благодарное сердце. Основа, ну это, те чудеса, которые совершил. То есть, он показал нам, как он благ. Мы встретились с ним, как он благ, Господь, да? Благодарение мы признаем Божью благость. Хвалой Божье величие. Слава Богу, хвалите Бога, да? Мы разобрали. И поклонением Божью святость. Опять-таки, не думайте, что это как-то связано со стилистикой песен. То есть, поклонение – это чисто медленные песни, а это никак не соотносится. То есть, поклонение может быть и в таких динамичных очень песнях. Понимаете, да? А ну, может, как бы… Все, пока на этом остановимся. Субтитры сделал DimaTorzok